Беларусь 2 Все предприниматели оценили условия для ведения бизнеса в нашей стране и выбрали лучшие в этом направлении регионы. Результат Гомельщины по-настоящему триумфальный. Время фестиваля стал Лоев, где в годы Великой Отечественной войны проходила одна из крупнейших операций – битва за Днепр. Празднование в Лоеве начинается с литургии, которую проводят патриарший экзарх всей Беларуси Павел во имя мира и добра. Слова благодарности за дарованную жизнь сменяются напоминанием о необходимости помнить о погибших за родину. На Лоевской земле это звучит особенно актуально. Именно здесь, на берегах Днепра, осенью 43-го года началась битва, положившая начало освобождению Беларуси. Правда, досталась эта победа дорогой ценой. Только на территории Лоевского района погибло более 10 тысяч красноармейцев, и этот список еще пополняется. Как вспоминают участники этих боев, Днепр был красным от крови. В этом году по инициативе местных жителей здесь открыли мемориальный комплекс с выставкой боевой техники и стелами, на которых увековечены имена 365 героев Советского Союза, которые сражались на Лоевском плацдарме. Кстати, среди тех, кто освобождал Беларусь, было много россиян и украинцев. Представители этих стран приняли участие в совместном праздничном концерте. Шоу вообще оказалось масштабным и запоминающимся, не только для его участников. На одной сцене академический ансамбль песни и танца Вооруженных сил Республики Беларусь, студенты Гомельского государственного университета транспорта и Белорусского государственного университета культуры, акробатическая группа 4-й спортивной школы Олимпийского резерва и хореографические ансамбли из Брянска и Житомира. Приехали с большим желанием, с отличным настроением. Некоторые студенты уже бывали, но некоторые действительно впервые. Очень интересно было сегодня просто приехать к своим братьям, друзьям. Начиная с 1969 года Белорусско-Российско-Украинский форум проходил у монумента дружбы на пересечении границ трех стран. Но сейчас по ряду причин место встречи пришлось изменить. Организаторы говорят, что именно Лоев выбран не случайно. В разные времена эти земли принадлежали Черниговскому и Киевскому княжествам. Входили в состав Великого княжества Литовского и Российской империи. С 1926 года Лоевщина является территорией Беларуси. У наших народов много общих страниц в историческом прошлом. И сегодня об этом есть повод напомнить еще раз. Мы к этому мероприятию особо готовимся, потому что считаем, что славяне – это тот народ, это те люди, которые действительно на протяжении многих десятилетий, тысячелетий поддерживали друг друга и относились к каждому как к брату. Поэтому мы сегодня встречаем, встречаем наши области и старались сделать так, чтобы им здесь было хорошо и понравилось. Для того, чтобы нам, нашему поколению, думать о будущем, о том, что будет завтра, нам нужно воспитывать подрастающее поколение, нашу молодежь. От того, как мы их воспитаем, что мы им привьем, так они будут в дальнейшем жить, работать, строить и деловые, и экономические отношения. Выставка ретроавтомобилей, реконструкция послевоенного города. Организаторы нынешнего форума, посвященного Дню молодежи, стремили сделать программу интересной для всех, в том числе любителей народного творчества, которых пригласили в город мастеров. Город мастеров в этом году получился интернациональным. Свои работы представили белорусские и российские умельцы. Сегодня только в Гомельской области древние ремесла возрождают и хранят около 500 человек, в том числе работники специализированных центров. Резьба по дереву, изготовление лодок, ткачество – всем этим знаменита Гомельщина. Причем эти заслуги оценены на самом высоком уровне. Неглюбский сельский центр ткачества из Ветковского района в этом году получил премию президента Беларуси за духовное возрождение. Что касается дальнейшей судьбы международного фестиваля славянской молодежи, то сегодня спрогнозировать ситуацию трудно, так как в следующем году принимать форум должна украинская сторона. Но одно можно сказать со всей уверенностью – сотрудничество регионов Беларуси, России и Украины будет продолжаться обязательно. В делегациях председателей, президенты, директора торгово-промышленных палат могу сказать, что деловое сотрудничество между нашими регионами не прекращалось, не прекращается сегодня и не будет прекращаться завтра. На прошлой неделе в Минске подвели итоги республиканского конкурса «Лучший город, район, область» для ведения бизнеса Беларуси-2015. Результат для нашего региона оказался по-настоящему триумфальным. Три первых места. О том, кто стал победителем – материал наших корреспондентов. В этом республиканском конкурсе «Гомельщина» впервые приняла участие в 2012-м. И сразу победа и диплом «Лучшая область Беларуси для развития бизнеса». В прошлом году успех повторили. Причем в своей номинации лучшим был признан еще и Чечерский район. Удастся ли когда-нибудь превзойти нынешнее достижение, сказать трудно. Но факт остается фактом. Дипломы и памятные знаки у города Гомеля, Житковичского и Калинковичского районов. Эта победа, пожалуй, общая. Победа всех экономических служб, всей исполнительной власти, контролирующих органов, таможни, торгово-промышленной палаты, общественных объединений. Ну, у каждого есть лепта в эту победу. Ну и, безусловно, конечно, прежде всего заслуга наших предпринимателей. Для Гомеля такая победа первая. Тем более приятно признание результатов проводимой работы. Здесь действительно делается многое для поддержки частных инициатив. Целенаправленная деятельность позволяет создавать новые рабочие места и увеличивать поступление в городской бюджет. Основной удельный вес – это предприятия и сфера торговли и услуг, это 52%. Порядка 12% – производство, 9-10% – это строительство. В целом могу сказать о том, что удельный вес поступлений в консолидированный бюджет от субъектов малого и среднего предпринимательства в текущем году составил более 33%. В прошлом году это была цифра 31,2%. Создана рабочая группа и работает по рассмотрению практически всех вопросов, которые связаны с развитием малого и среднего предпринимательства. Это и вопросы земельного законодательства, вопросы реконструкции помещений, вопросы аренды, то, что связано с архитектурой. Комиссии по развитию предпринимательства и созданию новых производств сегодня существуют во всех районах области. Обычно их возглавляют председатели исполнительных комитетов или их заместители, что позволяет эффективно и оперативно решать возникающие вопросы. Вообще, что касается ситуации в целом по Гомельской области, то в прошлом году субъекты малого и среднего предпринимательства перечислили в бюджет 3,5 триллиона рублей. В этом году еще около двух. Этот показатель, кстати, также учитывался при определении победителей. Количество малых предприятий, индивидуальных предпринимателей на тысячу жителей в каждой территориальной единице, сумма уплаченных налогов, удельный вес, опять-таки, в процентном отношении их поступлений от общего числа поступлений и так далее. Минувшая неделя на Гомельщине оказалась богатой на визиты наших коллег из соседних стран. Делегация представителей средств массовой информации Российской Федерации приняла участие в мероприятиях, приуроченных к годовщине наступательной операции «Багратион». А с промышленным и культурным потенциалом Турова знакомились журналисты из Польши. Основные события двух пресс-туров далее в сюжете. В составе российской делегации более 30 журналистов, представляющих центральные региональные СМИ России. Газеты «Беларусь-Россия», «Вечерняя Москва», «Комсомольская правда», «Ржевский вестник» и «Тверские ведомости». Интерес в Беларуси неподдельный. Гости встречаются с руководством нашего региона и посещают знаковые места нашего общего героического прошлого. Ровно год вместе, недалеко от деревни Раковичи Светлогорского района, среди хлебных колоссев возвышается величественный монумент. В далеком 1944-м здесь было болото. Большинство сельчан места, которое в народе прозвали «Бритский мох», обходило стороной. Однако были и те, кто знал, как преодолеть трясину. Их советы и пригодились во время разработки плана проведения операции «Багратион». С появлением на Светлогорщине мемориала количество туристов значительно увеличилось. История освобождения края интересует многих, тем более журналистов братской страны. Первый раз сюда приехала, и на самом деле впечатления очень приятные. Гомель безумно понравился. Замечательный, красивый город, аккуратный, чистый. И вся эта тема, ради которой мы приехали, посвященная наша поездка, операция «Багратиона», это на самом деле очень интересно, очень важно. Очень хотелось бы, чтобы, наверное, это место было включено в дальнейший туристический маршрут. Высота памятного знака «Багратион» 7 метров. В центре барельефа фигуры четырех полководцев – Константина Рокоссовского, Георгия Жукова, Павла Батова и Михаила Панова. По бокам – воины. Вверх стремятся стрелы. Они показывают два главных направления ударов войск. Работа по созданию памятного комплекса в честь операции продолжается. В свою очередь, журналисты и представители туристических фирм из Польши ознакомились с промышленным и культурным потенциалом Турова. Первым объектом посещения в программе стал Туровский молочный комбинат. Это современное экспортно-ориентированное предприятие, специализирующееся на выпуске сыров. Во время дегустации участники пресс-тура смогли оценить его продукцию, а благодаря специальной галереи с панорамными окнами понаблюдать за производственным процессом. Пригласили гостей в туристический комплекс «Трумень», где созданы все условия для активного отдыха. Комфортабельные домики, ресторан, охотничьи угодья и арендованная часть реки Припять для любителей рыбалки. Один из древнейших городов Беларуси удивил польских журналистов и представителей турфирм своими уникальными святынями, чудодейственными крестами на Борисоглебском кладбище и остатками единственного памятника монументальной архитектуры Южной Беларуси, православного храма XII века, представленными в Туровском краеведческом музее. Впечатлил гостей и богатый природный потенциал Гомельщины, а также неподдельное радушие гостеприимных жителей Полесья. Меня впечатлил не только этот музей, этот объект, но вообще и Туровщина от момента нашей встречи, от самого гостеприимства, также и от того, что мы посмотрели, потому что я сама туроператор, я 20 лет работаю, но я не знала, что у вас такая великолепная сейчас инфраструктура, что ездят ночевать, рестораны есть и все. Здесь можно сейчас и останавливаться и показывать уже более в таком полном объеме. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова